В Заполярном театре драмы Сначала было традиционно яркое открытие. Открытие полярки для норильских театралов – событие всегда радостное и ожидаемое. Впервые познакомившись с форматом лаборатории современной драматургии шесть лет назад, норильчане полюбили этот проект сразу же и навсегда. Есть за что. Полярка никогда не проходит по единой схеме. Неизменным остается лишь участие в ней зрителей. По правилам лаборатории, зрители совместно с профессиональными экспертами после отсмотра эскизов оценивают их, опуская жетоны в специальные ящики. Мнение норильчан учитывается при подведении итогов. В результате какой-то из эскизов становится спектаклем и включается в репертуар заполярного драматического. За эти шесть лет из тех эскизов, которые мы делали, возникло много спектаклей, которые были на разных фестивалях. И сам театр меняется, и появляются новые артисты, новые авторы, новые режиссеры. В общем, жизнь кипит. Олег Лаевский – бессменный организатор лаборатории. С его легкой руки и, конечно, при активном участии руководства Норильской Маяковки, каждый год в январе в наш город съезжаются интересные творческие деятели, а на сцене рождаются новые постановки. Шестая полярка стала особенной. Она впервые вышла из здания театра. Сейчас, 19 января, работает замечательная, на наш взгляд, выставка Дамира Муратова из инвестного художника не только в России, но и за рубежом. Ряд его работ оставляется в художественных государственных учреждениях, в частных коллекциях. Выставка Дамира Муратова открылась в художественной галерее в преддверии основной программы «Полярки». Работы сибирского мастера, который живет и работает в Омске, широко известны во всем мире. Так что приезд художника в Норильск стал подарком для ценителей современного искусства. Если будут вопросы, подходите, не стесняйтесь, если что-то непонятное будет. Не на основу, честно говоря, не все понятно. В экспозиции более 20 работ. Дамир Муратов создал их в период с 2013 по 2017 годы. Так что некоторые картины норильчане оценили первыми. В нашем городе художник пробыл несколько дней. Творческие дела ждали мастера в Таллине. Кстати, именно из столицы Эстонии на лабораторию приехала большая часть приглашенной делегации. Также были гости из Латвии и Литвы. В этом году «Полярку» посвятили столетию независимости прибалтийских республик, поэтому и программа была соответствующей. В первый же вечер норильчан покорил Мариус Ивашкевичус, один из лучших современных европейских драматургов. Так представил его публике Олег Лаевский. Писатель из Литвы прочел норильчанам свою пьесу «Малыш». Пьеса рассказывает о двух семьях – литовской и русской, судьбы которых переплела сама история. Литовец, депортированный в Сибирь в эпоху сталинского переселения народов, создает семью с русской женщиной. А ее сын, освобождая Прибалтику от фашистских оккупантов, попадает в дом литовца, где знакомится с его дочерью. Кто-то из героев смог легко прижиться на чужбине, а кто-то нет. Непростую тему того исторического периода Мариус развил иронично и без пафоса. Говорит, эту историю вполне может назвать автобиографической. В общем, они все семьи были депортированы, одни там на север, другие в Казахстан. И вот во время войны в Белоруссию пришел какой-то русский солдат, Миша, сказал, знаете, наш отец живет, ваш отец живет там у нас в семье, он жив-здоров, не волнуйтесь. Но они там его накормили, и он пошел дальше, значит, с фронтом дальше на запад. Кстати, больше ни про него, ни про того отца, который жив-здоров, больше никто ничего не слышал. То есть они оба пропали. Пьеса «Малыш» переведена на множество языков. Ее ставят на различных театральных площадках. Премьеры уже прошли в Неаполе, в Хельсинке, в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Красноярске. После авторской читки норильчане долго не могли прийти в себя. Слова благодарности заменили долгими овациями. А после не спешили расходиться, обсуждая услышанное. А вы почему посяком? Нельзя пока посяком. Ведь война и эти осколки. Порежьте ножки. Ножки – это слово «ножки». Сильное впечатление на зрителей произвел фильм «1944-й». Картину о военных годах в Эстонии представил сам режиссер Элма Нюганин. Сценарий, написанный кадровым военным, писателем и историком Лео Куносом, участвовавшим в реальных боевых действиях, максимально погрузил зрителей в катастрофическую реальность. Для жителей Эстонии это была война, в которой каждый делал свой личный выбор. Именно с таким нелегким выбором столкнулись главные герои картины. Солдаты противоборствующих сторон Карл и Юри, а также их сослуживцы, родные, близкие и совсем незнакомые люди. Самое важное было собрать в один зрительный зал, ветераны с одной и с другой стороны. Чтобы они в какой-то момент сидели бы рядышками, забыли бы то трудное время, где они попали по разным причинам воевать в разных формах. Самое же ожидаемое действие каждой лаборатории – показ эскизных работ. Над ними творческие группы химичат, как правило, всего несколько дней, поэтому актерам разрешается подглядывать в текст. Главное – показать зрителю, как будет выглядеть на сцене та или иная пьеса. В шестой полярке на суд зрителей и критиков было выставлено три эскиза. Первым на большой сцене свою работу представил екатеринбургский режиссер Дмитрий Зимин. С этого стихотворения и начинается пьеса Вячеслава Дурненкова «Экспонаты». Театрализованное использование его в постановке – режиссерская находка Дмитрия Зимина. А дальше – из декораций на сцене только стулья, а еще манекен, у которого своя роль. Всего же в эскизе 12 героев. В пьесе их больше, актеров просто не хватило, многие были заняты в других постановках. Главные действующие лица – жители русского старинного городка Полынск. Им столичные предприниматели предложили подзаработать, стать экспонатами, изображающими жизнь русской провинции 19 века. У каждой семьи на предложение сделать из родного города музей под открытым небом свой взгляд. Кто-то соглашается, кто-то берется за пистолет. После просмотра большинство зрителей высказалось за то, чтобы этот эскиз стал полноценным спектаклем. Мне показалось, что это пьеса про наш город. Несмотря на то, что мы здесь все красивые, чистые, теплоятные, есть у нас в городе и пьянство, есть у нас в городе и неудачные предприниматели, и горят их магазины, и все точно так же. Некоторым же норильчанам не понравилась ненормативная лексика, звучавшая со сцены. К тому же в зале было немало школьников. Я вижу наших детей, там и так сплошной мать, вот в их отношениях. А если бы они еще посмотрели вот это... На это у режиссера есть свое мнение. Я к мату отрицательно, конечно, отношусь. Но вот это щепетильный отбор, что в театре нельзя, а вот на телевидении, пожалуйста, невозможно включить. Я вот включаю, там вот эти бесконечные бои, где там другую челюсть разбивают. Мне кажется, что это намного страшнее, чем те слова, которые они и так, в принципе, знают. А это утопия норильского режиссера Тимура Файрузова. За пять предыдущих полярок Тимур создал четыре эскиза, два из которых «Осада» и «Убить камер юнкера Пушкина» в свое время стали полноценными спектаклями и вошли в репертуар театра. В этом году норильскому постановщику выпало ставить эскиз по пьесе Михаила Дурненкова. Тему власти прошлого над сознанием человека автор пьесы рассматривает на примере истории наших современников. Деловые люди, которые могут позволить себе, что называется, любой каприз, предлагают владельцам пив-бара сделать его таким, как 15 лет назад. Семеро актеров играют не на привычной сцене. Подходящее пространство для своего эскиза Тимур Файрузов нашел в театральном буфете. Если мы отделим это по-другому, я вот так вот, у меня по-другому. А здесь очень важно, мне кажется, находиться вот непосредственно в контакте каком-то. Уже через пару часов после окончания второго эскиза зрители оценили работу Игирца Эцеса. Латышский актер и режиссер в России известен. В профессиональной режиссуре он учился в Москве, в магистратуре при центре имени Мейерхольда. В Риге на его счету более 30 ролей, сыгранных в Новом Рижском театре. В Норильской лаборатории Игирц Эцес поставил эскиз «Безумец» по пьесе эстонского драматурга Яна Тятте. Сюжет разворачивается в глухом поселении, куда приехал набраться душевного благополучия успешный городской коммерсант. У персонажа даже нет имени, он называет себя просто «Я». В постановке Гитца у главного героя раздвоение личности, поэтому на сцене два актера – Денис Ганин и Роман Лесик. В своих рассуждениях и порывах обратиться к потусторонним силам герой пытается найти смысл жизни и в итоге находит. Зрители в обсуждении высказались однозначно за то, чтобы сделать эскиз спектаклем, хотя у некоторых изначально поданная тема вызвала неоднозначные эмоции. «Я плохо к этому ко всему отношусь. Нет, не в плане религии, а в плане того, что когда мужики с ума сходят. Но это все не нравится, и так мало». «А вот это такая школа для дураков, когда там два человека внутри, это, конечно, богатая история. И я думаю, что если эта история будет развиваться как драматический спектакль, а не эскиз, в этом какой-то колоссальнейший ресурс. И мне тоже хочется сказать, что вот я-то вижу здесь какой-то большой задел на драму». Отметили на обсуждении потрясающую игру актеров. Им удалось настолько вжиться в роль, что, казалось, репетиции длились не четыре дня, а как минимум четыре месяца. Режиссеру также работа с Норильской труппой принесла удовольствие. «По мнению эстонского режиссера Элма Нюганина, автор пьесы был бы доволен увиденным. Вот рядом со мной сидит драматург. Иногда мне кажется, у них уникальная возможность увидеть свое произведение в другой стране, в интерпретации в другой. Если бы здесь был бы Ян, то есть автор пьесы, я думал, он был бы безумно рад. Именно потому, что он видит свое детище и видит его как бы с другого угла, с другого ракурса. Это очень большой подарок. Думаю, я завидую драматургу». Почему же в копилку эскизов не попала пьеса Мариуса Ивашкевичуса, организаторы объяснили на заключительной пресс-конференции. «Как другие люди это увидят и прочитают в другой стране, в другом городе, это автор, конечно, очень интересный. У меня тоже вопрос Олегу. Почему? Почему не сделали?» «Подарок». «Подарок». «У меня была антиутопия и утопия. Все какая-то реальность, реальность». Итак, эскизы представлены. Свою оценку зрители давали и на обсуждениях, и в ходе голосования. В холле были установлены ящики с уже традиционными подписями. Оставить как есть, доработать или забыть как страшный сон. Больше всего жетонов на всех постановках оказалось в первом ящике. Объяснение этому нашла Анна Бабанова, главный режиссер театра. «Мне кажется, что мало зрителей посмотрело. Я увидела желание зрителей, чтобы их посмотрели друзья, кто-то хотел класса своих довести, то есть учителя». Посмотреть два из трех эскизов действительно удалось далеко не всем желающим. Малый зал театра и буфет в эскизе Тимура Файрузова вместили в среднем всего полсотни зрителей. Повторный же показ – дело затратное. «Есть правила, если мы ставим это в репертуар, мы должны связаться с автором». «Да, это же авторская Баба, это все целая холера». «И так далее, и так далее. Есть свои какие-то. Один раз мы можем показать. «На самом деле мы одного-то не имеем права». «Нужно все оформлять». Кто не увидел безумца и утопию, отчаиваться не стоит. Теперь это точно известно. По результатам голосования зрителей и жюри «Шестой полярки» эти эскизы станут полноценными спектаклями и войдут в репертуар заполярного драматического. В апреле состоится премьера спектакля Гирца Этсиса «Безумец». В июне зрители увидят постановку Тимура Файрузова «Утопия». Подводя итог, организаторы с уверенностью говорят, нынешняя лаборатория прошла ярко, интересно и по-новому. Для театральной труппы лаборатория современной драматургии – это поиск новых жанров. Для зрителей возможность познакомиться с мельпоменой изнутри. Ведь все, что получилось в итоге, изначально не знали даже режиссеры. У лаборатории каких-то определенных рецептов нет. Но то, что это зрелищно и притягательно, уверены все театралы, которые еще долго в своих сердцах будут аплодировать «Шестой полярки». Продолжение следует...